В аюрведе нет указаний о том, можно ли есть картошку с мясом, потому что там нет такого слова как мясо. Но если серьезно, смотря все зависит от того, сколько вы едите, количество еды. Если вы съели мало еды, то ваша система пищеварительная, она это переварит. Там хватит, достаточно будет ферментов и из поджелудочной железы, и из желчного пузыря, чтобы это все переварить, растворить, переработать и отправить то, что не надо. То, что надо послать органам, то, что не надо утилизировать. Если вы едите большое количество еды, соответственно, здесь проблемы могут возникнуть, не хватает разных ферментов. Поэтому я считаю, что если вам хочется чего-то съесть, вы съешьте это на небольшом количестве, чтобы не было стресса. Но здесь очень важно, чтобы человек не потакал себе, потому что иногда мы принимаем свои какие-то прихоти за потребности организма. Некоторые люди говорят, что я не могу есть, я каждый день съедаю плитку шоколада. Это очень хорошо понятно, известно. Это тоже у меня есть такая привязанность и слабость. Если человек потакает себе в этом, у него начинаются проблемы. Вот, кстати говоря, очень интересная деталь про поводу поджелудочной железы. Когда человек употребляет очень много сахара, истощается его резерв хорошей работы поджелудочной железы. И требуется для того, чтобы работать организму полноценно, требуется повышенное количество магния. И сразу уровень магния резко падает, когда человек злоупотребляет сахаром. И когда человеку не хватает магния, он очень уязвим в отношении стрессов. То есть вот вещества, которые необходимы в повышенном количестве при стрессах, это витамины группы В, про которых я уже рассказывала, В5, В6, В12, витамин Е, витамин Д3 и из микроэлементов это магний и цинк. Вот магний, это как раз повышенное потребление идет магния. Что ее, собственно, и вызывает? То есть чем больше ты ешь сахара, тем больше у тебя риск получить стресс и застрять. днем. Поэтому если у вас начинается уже стресс, то нужно меньше есть сладкого, а не наоборот питаться сладким. Чем меньше ты будешь есть сладкого, тем лучше будет работать твоя поджелудочная железа, и печень, и желчный пузырь соответственно, потому что такими стрессовыми факторами является для этих органов повышенное употребление сахаров. Нужно есть просто в небольших количествах. вредно чрезмерное употребление, чего бы то ни было. А если ты ешь немного, то ты не доходишь до такого состояния, не доводишь свой организм, когда уже пройдена точка невозврата, и когда тебе это сладко, уже больше кушать нельзя никогда. Когда ты каждую конфету оплакиваешь слезами. То есть есть определенные ресурсы у каждого органа. Есть такие органы, которые мы можем потом как-то поменять с помощью трансплантации. Есть, нет. Поэтому нужно беречь то, что есть. И к каждому органу относиться очень трепетно. Это не значит, что мы должны его держать на таком голодном пайке. Нет, не нужно ни в чем себе отказывать. Если человек себе ни в чем не отказывает, но он осознанно подходит к этому, то есть он понимает, когда остановиться, тогда все нормально. Не происходит вот этих вот таких моментов опасных. А если, конечно, ты ешь то, что тебе нравится, и не задумываешься о том, нравится ли это твоему организму, то вот здесь начинаются проблемы.